А также к нам присоединяется советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте, здравствуйте. Давайте начнем со вчерашних новостей. Кортеж президента Украины подвергся обстрелу, достаточно близко разорвалась ракета. Что известно об этом конкретном эпизоде и что можете сказать? Не кортеж президента Украины. Одновременно два кортежа находились недалеко от места попадания ракеты. Имеется в виду и кортеж премьер-министра Греции господина Мицотакиса, ну и кортеж президента Украины господина Зеленского. Это первое. Второе. Россия сама подтвердила, что они в 11.40 нанесли удар по территории, умышленный удар по центру города Одессы. И, соответственно, официально это подтверждено. Третья составляющая. Россия атакует Одессу практически ежедневно, то есть в полном объеме атакует этот город, убивает гражданское население. И, соответственно, можно сделать выводы, что для России на сегодняшний день не существует никаких там ограничителей. Вот даже наличие представителей страны Европейского Союза, страны НАТО на территории Одессы никак не отвлекает их от желания полностью разрушить этот город. И, соответственно, мы видим это как такое четкое, понятное заявление, что ли, для стран Европы, что Российская Федерация абсолютно не адекватна. Кстати, президент Украины так и прямо сказал, что они, наверное, либо там сошли все с ума, либо полностью уже не контролируют все, что они делают. Я разделяю позицию президента, что они полностью не контролируют все, что они делают уже давно. И, соответственно, необходимо, наверное, как-то на это будет реагировать количеством той помощи военной, которая должна приходить в Украину. Почему, на ваш взгляд, Одесса, ну, все города Украины подвергаются ударам, это действительно все продолжается уже два года, но в последние дни очень много тревожных, страшных новостей приходят именно из Одессы. Почему такая ненависть сейчас демонстрируется именно к этому городу? Вы абсолютно правы, это проявление ненависти, проявление, скажем так, истинных намерений Российской Федерации, они полностью уничтожают, стирают. Ну, раз Одесса не наша, значит, давайте мы ее полностью сотрем с лица земли. Ну и вторая составляющая, более прагматичная, все-таки Одесса является ключевым оператором, который позволяет эффективно задействовать вот так называемый альтернативный зерновой коридор. Ну, то есть Украина отказалась о чем-то договариваться с Россией, более того, Украина выбила с акватории Черного моря российский Черноморский флот, он там прячется в новороссийских базах. Да, он может, кстати, обстреливать, пользуясь калибрами, немножко выходя в море, обстреливать территорию Украины, включая Одессу, но в то же время он находится далеко от, собственно, вот этого альтернативного зернового коридора. Основные терминалы, основные операционные возможности для того, чтобы грузить балкеры, иметь в виду зерновые балкеры, находятся как раз-таки в портах Одессы, ну, Ильичевск, Одесса, Черноморск и так далее. И, соответственно, Россия одновременно и ненавидит Одессу, и одновременно пытается разрушить все-таки вот эти логистические возможности Украины. Кстати, напомню, что с момента работы альтернативного зернового коридора, ну, то есть тот момент, когда перестали обращать внимание на угрозы России, что без нее нельзя ничего делать, по этому коридору было отправлено более 30 миллионов грузов, ну, прежде всего, понятно, зерно. То есть, соответственно, эффективность доказана, отсутствие доминирования России в Черноморской акватории доказано. Ключевым, еще раз подчеркиваю, портом-оператором является Одесса, и Россия пытается не через блокировку альтернативного коридора, а через уничтожение инфраструктуры, портовой, элеваторов, в принципе, как-то нанести удар экспортным возможностям Украины. После потери России второго борта А-50, это самолет радиолокационной разведки, изменилось ли что-то в действиях российской армии? То есть, есть мнение, что это должно повлиять на снижение эффективности ракетных ударов со стороны российских войск. Что вы фиксируете? Некоторое снижение активности именно дальней стратегической авиации действительно видно. Это никак не отменяет масштабное применение тактической авиации. То есть, Россия, кстати, тактическую авиацию активно использует по линии фронта, использует, прежде всего, управляемые авиационные бомбы, что дает ей определенные возможности. То есть, это, по сути, последний доминирующий козырь, ну, козырь доминирования, да, Российской Федерации. Что касается дальней авиации, есть некоторое снижение ее применения, но давайте не забывать, что два А-50-х уничтожено. У них всего, по-моему, насколько я, если я не ошибаюсь, порядка девяти этих самолетов, ну, или в рабочем состоянии семь самолетов. То есть, в принципе, они могут скомпенсировать дефициты свои и, соответственно, дальше продолжать вести радиолокационную разведку объектов на территорию Украины. Поэтому, конечно же, сам факт уничтожения двух, сразу практически подряд, двух А-50-х, четко расставляет акценты в этой войне. То есть, технологический компонент, если вы его правильно применяете, действительно позволяет доминировать. Более того, Россия воюет количественно, в том числе с применением количества тех же ракет разной дальности, ну и разных форматов. Я имею в виду с применением дальнобойной, вернее, дальней стратегической авиации. Но, на мой взгляд, в принципе, Украина сейчас понимает, как действовать дальше по подобным целям. То есть, смотрите, более 45% тоннажа Черноморского флота, включая, вот буквально вчера был там, позавчера уничтожен Котов, да, еще один российский корабль. До этого были уничтожены там порядка пяти, по-моему, больших десантных и малых десантных кораблей. Ну и, соответственно, четко Украина заявляет, что эффективное применение высокотехнологического продукта, в данном случае морского дрона, позволяет контролировать ситуацию в акватории. Точно так же применение дальнобойных ракет разных форматов и разных модификаций, в том числе, кстати, модифицированных советских дальних ракет, да, ну, дальнобойных ракет в комплексах С-200 и С-300, которые применяются, то можно эффективно контролировать и воздушное пространство. Напомню, что несколько ранее были уничтожены системы С-400 Триум в Крыму, да. И, в принципе, опять же, для меня это ключевые аргументы, которые должны рассматриваться на столах, в аналитических дискуссиях в странах Запада, что если Украина будет иметь надлежащее количество качественного интеллектуального инструмента, то война будет выглядеть совершенно иначе. И Украина будет иметь возможность уничтожить любые носители, любые средства контроля со стороны Российской Федерации. — Что известно о потерях России в авиации? Потому что много сообщений приходит о том, что за последние недели Россия потеряла до 15 боевых военных самолетов. Какие у вас есть данные? — Да, официально подтверждено, еще раз подчеркиваю, официально нашими военно-воздушными силами подтверждена потеря 14 или 15 СУ и МИГов. И, соответственно, да, это, к сожалению, еще не весь тот объем, который нужно уничтожить. Мы берем линию фронта, да, еще раз подчеркиваю, Россия сегодня там имеет некоторые возможности куда-то двигаться на 100-200 метров только за счет того, что заливает все управляемыми авиационными бомбами, применяя СУ или МИГи и так далее. Вот, в принципе, найдены, опять же, инструменты противодействия. Все упирается в количество этих инструментов, ну, то есть, грубо говоря, в количество ракет, которые мы можем применять по российской тактической авиации. Но, тем не менее, опять же, еще раз, это еще один аргумент с точки зрения, что как только у вас эти инструменты появляются, Украина эффективно их использует, и Россия быстро теряет доминирование в том или ином сегменте ведения войны, в сегменте ведения боевых действий. И, соответственно, кстати, я отошлю вас к итоговой конференции президента Украины Зеленского, где он четко поставил правильный акцент. Он сказал, смотрите, 10, 10, еще раз подчеркиваю, систем противоракетной, противовоздушной обороны Патриот, системы Патриот, которая эффективно ведет себя и против баллистики, и против гиперзвуковых ракет, ну, понятно, против крылатых или против воздушных целей, такого типа как МИГи или СУ. Вот эти 10 Патриотов до линии фронта полностью поменяют картину ведения боевых действий, и, соответственно, Россия потеряет те ресурсы, давление, которое она сегодня использует, и дальше уже все будет развиваться совершенно иначе. То есть имеется в виду, что есть возможности, есть опции, понятно, как дальше воевать, имеется в виду F-16 или те же Патриоты, и совершенно другая картина по линии фронта. Дальнебойные ракеты, совершенно другая картина будет с возможностью российского подвоза, опять же, вот этого бесконечного количества мобилизованных снарядов. Как только у нас начали немножко появляться снаряды сейчас, то есть опять же какой-то паритет с 1-12, было один снаряд против 12 российских, сейчас паритет 1-7-1-6, и совершенно иная ситуация опять же на Донецком направлении, на любом другом направлении. Как только у Украины появляются вот эти инструменты, Россия опять же демонстрирует совершенно другой уровень ведения боевых действий. Она может вести боевые действия, когда имеет только подавляющее ресурсное преимущество. Ну и поэтому я возвращаюсь к главному, опять же, на чём надо сегодня делать акцент. Это вопрос, который висит в воздухе постоянно, откуда у России продолжают браться ресурсы на финансирование этой войны. Ну то есть почему она имеет возможность торговать на глобальных рынках, имеет возможность получать доходность от этой торговли, имеет возможность продавать своё зерно, свои минеральные удобрения, свои атомные продукты, продавать на внешних рынках, получать за это конкретные деньги, иметь возможность работать в партнёрских отношениях с европейскими компаниями. Европейские компании работают на рынке Российской Федерации, пополняют федеральный бюджет России и так далее. Вот это ключевой вопрос. Смотрите, одновременно, на мой взгляд, сейчас очевидно, что технологические решения, которые предлагают страны Запада, намного более эффективны и позволяют решать любые задачи, в том числе те, которых даже подумать нельзя было, там уничтожение большого количества военно-морских судей Российской Федерации, уничтожение таких даже авиационных объектов, как А-50. То есть Украина умеет это делать. То есть, грубо говоря, насыщение Украины этими инструментами будет совершенно иначе влиять на боевые действия, в том числе по линии фронта. С другой стороны, как только Россия потеряет возможность дофинансировать свои закупки техники, снаряды и так далее, и тому подобное, но, соответственно, ресурсность России будет ограничена. Вот два параметра, которые сейчас просто явно, очевидно говорят о том, если мы хотим перейти к финалу войны, надо решить первый вопрос, надо решить второй вопрос. Что касается потери со стороны Украины, потому что, понимаю, сейчас произнесу эту фразу, Министерство обороны России сообщает о том, что было сбито, подбито, уничтожено три Абрамса танка и также система залпового огня «Хаймарс». Что из этого является подтвержденной информацией? Ничего не является подтвержденным. Давайте объективно смотреть. Россия просто как-то очень странна. Вы называете 3 плюс 1, да? Система, я напомню, еще год назад в сводках Министерства обороны Российской Федерации, которая озвучила, был такой забавный персонаж по фамилии Коношенков, да, вы помните его, наверное. Вот тут, когда он озвучивал цифры, у них было так на карте написано «Сегодня уничтожили 27 «Хаймарсов» или 17 «Леопардов». Вот мне кажется, это более достоверная информация. Я сейчас сарказмом говорю, да? Вот это более достоверная информация. Все, что сообщает Министерство обороны, это является элементами большой пропагандистской кампании, которая должна поддерживать боевой дух в самой России, ну, то есть не только в войсках, но и, собственно, в обществе, что мы там вот очень эффективно воюем, уничтожаем все. Я напомню, кстати, интересный феномен. Да, 24 февраля 2022 года Российская Федерация заявила, что она в этот день уже полностью уничтожила и военно-воздушные, и военно-морские силы, и сухопутные силы, и бронетанковые силы Украины, захватила все города, включая те города, которые к Украине отношения не имели, ну, то есть там где-то в Европе находившиеся. Поэтому к России, к ее заявлениям, нужно относиться надлежащим образом. Российская Федерация всегда продает фейк, максимально масштабированный для того, чтобы деморализовать или другую сторону, ну, или деморализовать партнеров другой стороны и так далее. И я бы, честно говоря, на это реагировал с иронией и сарказмом. Эффективность противодействия российским вооруженным силам абсолютно. Технологические решения, еще раз буду на этом настаивать, которые нам предлагают наши страны-партнеры, они чрезвычайно эффективны, и Российская Федерация может эту войну вести только количественными параметрами. Еще раз. То есть они большое количество мобилизованных отправляют, и безразлично, сколько вы их убьете, чтобы было понятно, в этой войне нету цены для России. Ну, жизнями она не меряет. Дальше. Россия применяет большое количество старой техники. Она ее там обгрейживает, безусловно, и так далее. Она получает там старый советский снаряд, например, от Северной Кореи, и в гигантском количестве это использует. Как только вы берете гораздо более точное оружие и наносите поражающий эффект по тем или иным скоплениям Российской Федерации, ситуация по линии фронта выглядит совершенно иначе. Отсюда вывод. Абсолютно, несмотря на количественные показатели, которые сегодня демонстрирует Россия, абсолютно можно эффективно продавливать Россию, и абсолютно точно можно в этой войне нанести России существенные тактические поражения, которые дальше уже приведут к соответствующим политическим последствиям самой России. Можно ли подтвердить использование северокорейских или иранских баллистических ракет? Применяются ли они? Да, безусловно. У нас есть уже задокументированные, и прокуратура открыла соответствующее уголовное дело. Это еще касалось обстрела города Харькова 2 января этого года северокорейскими ракетами. Квасонг-11. Эти ракеты доказаны, что они применялись в Российской Федерации. Применяются ли они в большом количестве? Нет. Но тем не менее Россия уже имеет эти ракеты и, соответственно, применяет в большом количестве северокорейский снаряд, ну, советский старый снаряд, да, северокорейский, производство Северной Кореи. На сегодняшний день за последние 5-6 месяцев Россия получила более полутора миллионов этих снарядов калибра 152-122, опять же, доказано их применение в большом количестве и доказано применение северокорейской ракеты Квасонг. Да, ну, то есть модифицированные ракеты или эти ракеты и так далее. Что касается иранских ракет, пока нет документально установленных фактов применения этих ракет. Но, тем не менее, мы отслеживаем. То есть, в любом случае, применение «Зульфагаров» тоже будет точно так же отслежено. Единственное, что можно сказать, что Россия действительно в большом количестве вместе с иранскими инженерами наращивает производство и применение иранских дронов. Шакеты в разных модификациях, 131-й, 136-й, часто их переименуют в такое дивное название «Герань». Ну и, соответственно, используют с этими иранскими комплектующими. То есть, вы задаете более фундаментальный вопрос. Вы задаете вопрос о том, что Россия интеграционно построила производство, в котором участвуют Северная Корея и Иран, и, соответственно, Российская Федерация. Поэтому Украина воюет против ресурса этих трех стран, военного ресурса. Против ресурса Северной Кореи, Ирана, ну, в разных, конечно, направлениях, и Российской Федерации. Что с помощью со стороны Запада и, в первую очередь, Соединенных Штатов, учитывая предвыборный период в США, и это, как я понимаю, осложняет все-таки определенные процедуры? Что вам известно на данный момент? На каком этапе все? К сожалению, внутренние политические повестки действительно усложняют не процедуру даже помощи Украине, а процедуру осознания тех рисков, с которыми сегодня мир столкнулся, демократический мир, который генерирует Российская Федерация. Потому что эта война не в Украине, не против Украины, это война против тех правил, внутри которых мы с вами находимся. Что касается помощи, я бы здесь выделил три направления. До Америки мы сейчас дойдем. Давайте начнем с Европы. В Европе абсолютно точно изменилась риторика и изменилось понимание того, что эта война значит для европейского континента. Европейские страны ищут, изыскивают ресурсы для того, чтобы увеличить объемы помощи. Другой вопрос, сколько чего есть на складах, потому что Европа, к сожалению, свои военпромы не дофинансировала в течение длительного времени, полагаясь на то, что есть надежный союзник Соединенные Штаты, который всегда смогут скомпенсировать необходимость в том или ином виде оружия. Но тем не менее, Европа сейчас активно ищет возможность покупки на глобальном рынке дополнительной техники для Украины. Я, кстати, приведу в качестве примера позицию господина Павла. Это президент Чехии, который сформировал сам коалицию снарядную, нашел возможности, нашел, изыскал ресурсы, и сегодня они контрактуют 800 тысяч снарядов тяжелых калибров до Украины. Это не вопрос сегодняшнего дня, но в течение ближайшего времени, наверное, логистически это будет решено. То есть Европа увеличивает и бюджеты, и национальные пакеты военной помощи, исходя из возможностей, и, соответственно, ищет возможности так или иначе где-то дополнительные ресурсы приобрести на глобальном рынке у тех стран, которые не входят в украинскую коалицию, являются там нейтральными, но готовы продавать какое-то оружие. Это первое. Вторая составляющая. Что касается Соединенных Штатов, да, к сожалению, их внутренняя повестка на долгое время отложила обсуждение внешних важных позиций, касающихся Украины, Израиля и Тайваня, но мне кажется, что сейчас они выйдут на финишную прямую и в ближайшее время смогут продискутировать, окончательно принять решение о пакете помощи Украине. Почему я так думаю? Потому что праймерисы внутрипартийные практически, на мой взгляд, закончены, четко понятно, кто будет кандидатом от республиканской, от демократической партии, то есть они уже будут концентрироваться на этих выборах и, соответственно, наверное, смогут более четко определиться с теми рисками, которыми война в Украине генеет. Почему я говорю с теми рисками? Потому что, смотрите, я считаю, что инвестиции в Украину для Соединенных Штатов принципиальны, потому что это инвестиции в свою репутацию. Но как-то странно выглядит. Есть Россия, которую вы считаете ключевым оппонентом, которая пытается переписать глобальные правила, которые вы же писали. Соответственно, Россия начала большую войну за перераспределение влияний, за перераспределение доминирования. И если вы отстраняетесь от вот этого конфликта, причем не непосредственно в нем принимая участие, а опосредованно через помощь Украине, но это выглядит странно для вашей репутации. Для репутации страны, которая действительно является, по сути, монопольным оператором глобальных правил, глобального права. Ну, как бы это дивно. И, на мой взгляд, они это прекрасно понимают, как представители Республиканской демократической партии. И я думаю, что вот это, скажем так, несколько затихания вот этого жесткого подготовительного этапа, когда электоральные позиции готовятся, наверное, приведет к тому, что они более быстро примут решение о необходимости, обязательности даже помощи Украине. Поэтому будем рассчитывать на эту помощь в ближайшее время. Для нас это важно. Я сразу почекну, это третий пункт, потому что тот объем расходных материалов, прежде всего снарядов или там снарядов к реактивным системам залпового реактивного огня, те же «Хаймарсы» и так далее, безусловно, в большом количестве он находится у Соединенных Штатов. Соединенные Штаты являются флагманами. Если они передают те или иные виды вооружения, то другие страны тоже готовы, гораздо меньше, при чем, тем не менее, передавать эти же инструменты. Я имею в виду и дальнобойные ракеты, например, потому что они нам чрезвычайно важны, и авиационные компоненты и так далее, и тому подобное. Поэтому для нас поддержка Соединенных Штатов крайне важна, потому что она и объемна, это ключевой партнер с точки зрения накопленного у себя ресурса, и она символична, потому что она подталкивает другие страны к более быстрому принятию решения о необходимости дополнительных видов помощи Украине. Фактор Дональда Трампа. Как он влияет на ситуацию в Украине? Я не вижу влияния позитивного или негативного. Опять же, это внутренняя повестка Соединенных Штатов. Я достаточно спокойно отношусь к тому, что они дебатируют, как они дебатируют. На мой взгляд, еще раз подчеркиваю, для репутации Соединенных Штатов, независимо от того, кто ты, каким кандидатом являешься, важно инвестировать в Украину. Для меня это очевидно. И мне кажется, что и Дональд Трамп, и Джозеф Байден, они прекрасно понимают те риски, которые связаны с концепцией глобального лидерства, и понимают, что нельзя допустить возможность России, скажем так, не то что победить, нет, этого, безусловно, никто не допускает, а не проиграть. Почему? Потому что Россия, она существует в концепции наглости. То есть как только она не дожимается в каких-то вопросах, как только она понимает, что демократический лагерь дал слабину, она начинает наклеить. То есть она начинает резко повышать ставки. Я вернусь к обстрелу, например, ракетному Одессу, где находились в это время представители стран НАТО, имеется в виду кортеж господина Мицетакиса. А до этого Россия, кстати, обстреливая территорию Украины, пролет ракет или дронов Российской Федерации был через страны, опять же, которые имеют отношение к блоку НАТО. И поэтому не следовало никаких соответствующих действий. Вот это стимулирует Россию. То есть вводит ее в состояние куража. Давайте еще немножко увеличим ставки. Давайте еще немножко эскалации добавим. Давайте еще немножко под дожмом. Мне кажется, что, еще раз подчеркиваю, господин Трамп и господин Байден прекрасно эти риски понимают и понимают, что России нельзя давать нам палец для того, чтобы она не откусила всю руку. То, что Трамп говорил, по памяти цитирую, что он, став президентом, быстро прекратит войну. То есть вот это его заявление. А я здесь процитирую тогда президента своей страны, президента Украины. Господин Зеленский сказал, пожалуйста, давайте приезжайте сюда. Мы тогда с вами посмотрим эту войну непосредственно. Я веду в обращение к Трампу. Он говорит, пожалуйста, любой может приехать. Мы сядем здесь. Вы увидите, что такое война. Почувствуйте этот нерв войны. Эмоции увидите. Увидите, что делает Россия. Поговорите с нашими людьми. И тогда, наверное, будет более рельефное представление об этой войне, о причинах войны, о природе войны, о том, что Россия это не про захват маленького городка, например, Авдеевки полностью разрушенного и так далее. Это про другое. Это про существование или несуществование других стран. Или про существование или несуществование международного права. И так далее. Соответственно, вот эта дискуссия с Трампом, например, на территории Украины, она, конечно же, будет по-другому расставлять акценты. Опять же, я бы еще раз. Это же политика. Это политическая дискуссия. Я веду на уровне Соединенных Штатов. Они имеют право думать, анализировать, говорить, как считают нужным, потому что для демократии это же нормальная дискуссия. Другой вопрос. Другой вопрос, что, по-моему, в странах Запада, включая Соединенные Штаты, очень плохо понимают внутреннюю природу самого Путина. Кто это? Чем он живет? Чем он дышит? Почему он, собственно, хочет все время существовать в состоянии войны? Почему он готов к уничтожению? Почему ему нравятся массовые убийства гражданского населения? То есть непонимание природы Путина, к сожалению, оно есть, и непонимание природы современного российского режима, оно приводит к, скажем так, к принятию фатально ошибочных решений по отношению к России. Одно из них, напомню вам, это неправильная интерпретация действий в Грузии, неправильная интерпретация слов Путина на Мюнхенской конференции накануне грузинской кампании, неправильная интерпретация действий по аннексии Крыма привело к тому, что Россию начали обнимать близко и притягивать через те или иные газовые контракты в Европу, предоставляя ей практически ультимативное право даже нарушить, напомню вам, третий энергопакет, который чётко говорит о том, что тот, кто транзитирует к газу, или тот, кто является поставщиком газа, не может его продавать конечному потребителю. В Европе даже пошли на обнуление под «Газпром» этого пакета. И, соответственно, это всё создавало устойчивое в глазах Путина убеждение, устойчивое убеждение в том, что Европа готова проиграть. Вот сейчас любые заявления, которые так или иначе будут говорить, что можно легко решить проблему войны в Украине, они создают у Путина иллюзию, что если ещё немножко поубивают граждан Украины, то он получит возможность выжить политически, физически, ну как угодно. Польша и то, что происходит на границе, как я понимаю, ситуация кризисная. Что происходит и почему, казалось бы, союзник Украины, Польша, сейчас вот такой кризис возник, как вы это объясняете? Я предлагаю разбить это на несколько составляющих, для того, чтобы вы понимаете, что происходит. Протесты фермеров идут по всей Европе, не только на границе с Украиной. Они идут и в Берлине, и в Париже, вы видели, что происходит и в Брюсселе, где, собственно, находится представительство Европейской комиссии, и в Варшаве и так далее. Фермеры европейские сейчас начинают активно протестовать, пытаясь защитить те правила, в которых они сегодня работают. А Европейская комиссия предлагает эти правила изменить с учётом так называемого «зелёного перехода», то есть там изменить датирование отраслей, изменить правила конкуренции в этих отраслях, изменить правила закупки массовой и так далее. И это вызывает недовольство. А фермерская среда, сельскохозяйственный производитель — это, как правило, консервативная среда. В Польше возникла составляющая ещё под названием «блокировать границы с Украиной», потому что, собственно, война в Украине — это большой информационный повод. И когда ты блокируешь границу, с учётом того, что на это все смотрят, ты получаешь большую информационную откликаемость на твой протест. И этим воспользовались сельскохозяйственные производители в Польше. К ним, на мой взгляд, частично добавились некоторые маргинальные партии, которые в любой стране европейской, вы знаете, есть партии, ориентированные на Россию. Они добавили туда каких-то антиукраинских лозунгов и так далее. Поэтому я предлагаю на это смотреть следующим образом. Есть экономическая составляющая в протесте, и она связана не столько с конкуренцией Украины и Польши, сколько с более глобальными конкурентными проявлениями. Конечно же, те же польские сельскохозяйственные производители не хотят, чтобы конкуренция становилась более жёстче за счёт присутствия на рынке украинских производителей. Это понятно. Но эту концепцию, ну вернее, эту проблематику президент Украины предложил решать в рамках трёхсторонней комиссии. То есть, условно, представители правительства Польши, представители представительства Украины и представители Европейской комиссии. Соответственно, искать вопросы, где нужно отменить какие-то льготы, которые Украина в рамках войны получила, экономические льготы, где, наоборот, нужно ещё раз обсудить то, какие товары будут транзитироваться через Польшу в другие страны или будут оставаться на рынке Польши. Это экономическая составляющая. Вторая составляющая. Разблокировка для нас важна границ обязательно, потому что через них идёт трафик военный, трафик гуманитарный. И, соответственно, мы хотим, чтобы это не подвергалось там никаким сомнениям и так далее. И Польша это гарантирует. И поэтому третья составляющая. Я не вижу никаких, скажем так, фундаментальных изменений в отношении подавляющего большинства граждан Польши к Украине и точно так же подавляющего большинства граждан Украины к Польше. Мы считаем Польшу ключевым с нашим союзником. Мы считаем, что Польша — это главная базовая транзитивная страна, через которую идёт обеспечение, в том числе, наших вооружённых сил. И единственное, что мы всегда так деликатно просим, давайте всё-таки меньше антиукраинскости, потому что это берёт Россия. Ну, имеется в виду те или иные акции, те или иные лозунги. Потому что это Россия берёт, её пропаганда масштабирует это на разных информационных площадках. Что касается активизации российских групп влияния, агентов, киллеров, как раз вот дело российского офицера Кузьминова, который перегнал вертолёт ВСО, был убит в Испании. Здесь как раз много вопросов на эту тему. Спрашивают ваше мнение. Почему не уберегли? Так звучит вопрос. Ну, может быть, вы можете чуть подробнее пояснить этот кейс. Давайте коротко. Смотрите, когда человек совершает определённые действия, переходит в данном случае на сторону Украины, то он попадает под действие целого ряда протоколов, которые гарантируют ему определённую защиту. То есть защиту не свидетеля, а в данном случае человека, который с вертолётом перешёл на сторону Украины. Но эти протоколы нужно соблюдать. Ты не можешь одновременно не соблюдать протоколы и манифестировать свой образ жизни в другой стране. А господин Кузьминов, к огромному сожалению, вышел на коммуникацию со своими старыми знакомыми, друзьями в Российской Федерации. То есть он не скрывал места своего нахождения и так далее. Вот эта бравада, вот эта жизнь на широкую ногу, манифестация — это недопустимо в таких ситуациях. Ещё раз, есть протоколы, к ним нужно строго подходить. Украина старается, если она что-то делает, старается придерживаться этих протоколов, имея в виду и Главное управление разведки и Служба безопасности Украины. Мы стараемся придерживаться этих протоколов. Другая, более широкая проблема — это действительно Российская Федерация, ещё раз, она чувствует вот этот кураж от того, что все принимают медленные решения, и они начинают, так скажем, демонстративно разворачивать агентские сети, ну то есть обновлять вот эту всю пророссийскость в тех и иных политических движениях в разных странах, активировать, опять же, шпионские сети, то есть активно пытаться влиять не только на политический процесс, но и, собственно, влиять на жизни конкретных людей и так далее. Вот с этим надо серьёзно работать. Знаете, в этой связи меня лично шокировала реакция немецкой стороны на вот эту утечку информации о дискуссии немецких офицеров по возможности или невозможности применения дальнобойных ракет немецкого происхождения на территории Украины. Для меня загадочно в этой истории и именно вот эта утечка-утечка, и бог с ним, это спецслужбы, они могут получить доступ к любой информации и так далее. Нужно просто правильно понимать, как с этим дальше работать, то есть как убирать эти утечки, возможность этих утечек и так далее. Но меня смутила вот эта попытка оправдаться на политическом уровне. То есть зачем оправдываться перед Российской Федерацией, если вы делаете те или иные действия в своих национальных интересах. Вот этот отголосок холодной войны или отголосок не холодной даже, а войны, не войны, а вот этих близких отношений, когда боялись раздражать Россию, это, я напомню, после Мюнхенской конференции, после Грузинской войны, после Первой Украинской войны, вот эти, для меня это несколько странная сейчас позиция европейских стран. То есть вы продолжаете бояться России, то есть вы знаете, что там агентурные сети, что идет какая-то техническая разведка, что они проникли в ваши органы. Вы знаете фамилии этих людей и ничего не предпринимаете, а оправдываетесь, извините, мы тут немножко неаккуратно что-то сказали. Вот это настораживает. Ну, кстати, история с утечкой, это же фундаментальный провал, потому что там, кроме того, что была осуществлена прослушка, появилась информация о том, что ракеты должны были, если не ошибаюсь, перевозить в легковых автомобилях Audi для маскировки. Это все попало в распоряжение российских спецслужб. Но это такой серьезный, как мне кажется, кейс, как вы думаете? Это не то, что серьезный. Для меня, еще раз, вот это все выглядит очень странно, потому что мне казалось, что два года войны и, скажем так, неправильная интерпретация России накануне полномасштабного утверждения, когда, например, разведки ряда европейских стран четко говорили, что Россия не будет затевать большие войны. Почему? Потому что она очень заинтересована в развитии тесных экономических связей с европейскими странами. Непонимание, непрофалирование основных субъектов, которые определяют российскую и внешнюю, внутреннюю политику, я уже не про Путина говорю даже, а про других людей, тот же Патрушев, тот же Нарычкин, Шойгу и так далее. И, соответственно, два года войны, мне казалось, что они должны привести к перестройке систем разведки и контрразведки в разных странах. То есть они должны стать более, скажем так, технологически продвинутыми, то есть оценивать риски, более четко следить за секретностью того, что они делают, постоянно проводить учения с точки зрения как раз-таки утечки-неутечки, как этому превентивно противодействовать и так далее. Но я не вижу никаких изменений. И это действительно настораживает. То есть как бы с одной стороны мы с вами видим постоянно нарастающие такие пессимистические сценарии, которые проговариваются в медийных ресурсах европейских стран о том, что могут быть прямые боестолкновения НАТО и Российской Федерации. И в то же время мы не видим с вами вот этого конфигурационного изменения. То есть как бы нет подготовки к этим войнам, то есть нет дополнительного обеспечения систем защиты тех или иных важных правительственных каналов коммуникации. Нет более жесткой защиты собственного пространства от работы российской агентурной сети. Нет внятного понимания того, что такое пророссийские партии на территории, которые часто вносят существенную сумятицу в политический процесс. Мы видим, например, нарастающие опасные тенденции. Давайте возьмем Молдову. Вы посмотрите, что там происходит. Там есть какие-то постоянные сепаратистские призывы в Приднестровье. Есть Гагаузия, которая тоже поднимает какие-то сепаратистские тематики. И так далее. Есть постоянные попытки провоцировать на местных выборах в той или иной стране ситуацию. Точно так же, кстати, как в Польше. Сейчас местные выборы как раз проходят. И так далее. Для меня это все выглядит очень странно, потому что это говорит о неготовности аналитических институтов стран Запада правильно оценить угрозы, которые генерирует Российская Федерация. Ведь она не отказалась от гибридной войны. Да, она ведет горячую войну на территории Украины, но она не отказалась от информационной, пропагандистской войны, от дипломатической войны, от кибервойны и так далее и тому подобное. Много вопросов про Анатолия Шаря. Он заявил о том, что на него было покушение из автоматического оружия. Знаете ли вы об этой персоне, об этом персонаже? И как вы оцениваете вот этот конкретный эпизод? Абсолютно не влияющий ни на что ни персонаж, ни эпизод. Его не существует с точки зрения влияния на те процессы, которые проходят в Украине, в войне и так далее и тому подобное. Мне кажется, что вот вы упоминаете такого типа персонажей, просто масштабируете их, а их нет. Это отсутствующие персонажи. И, соответственно, все, что он говорит там или что он там делает и так далее, не имеет никакого значения к обсуждению. Вот что пишет Ирина, зачитая комментарий. Враг моего врага, мой друг, почему к Алексею Навальному такое отношение в Украине, если учесть, то все силы и всю свою жизнь он положил на борьбу с путинским режимом? Во-первых, насколько четко и конкретно сформулирован вопрос, корректно, есть ли какое-то отношение к Алексею Навальному в Украине и как вы считаете, какую роль эта фигура вообще играет? Вы знаете, вопрос корректно, но странно. Смотрите, не бывает коллективного или неколлективного отношения, есть индивидуальное отношение к чему-либо. Вот каждый человек в Украине, с учетом того, что мы два года находимся в войне с Российской Федерацией, подчеркиваю, с Российской Федерацией, и мы не увидели системной работы российской оппозиции с точки зрения попытки остановить эту войну. и у каждого свое отношение к тому же Навальному. Я, например, считаю, что Навальный действительно был единственной альтернативой Путину. Я, например, считаю, что Навального убили, безусловно, в рамках в Харпе, в СИЗО, вернее, в тюрьме, на зоне и так далее. Я считаю, что это было манифестное действие. Путин таким образом хотел окончательно закрыть Россию, показать, нету никакой конкуренции, все, забудьте, никаких правил, есть только мои правила и так далее. Более того, я считаю, что альтернатива, которая являлся Навальный, действительно могла привести к определенным изменениям в политическом процессе России, но он три года находился в тюрьме и не влиял на те процессы. И, на мой взгляд, нужно объективно оценивать сегодняшнюю российскую оппозицию. Это не оппозиция в системном смысле этого слова. Она не готова к инфраструктурной работе в городах Российской Федерации. Она больше напоминает диссидентское движение в эмиграции. И, соответственно, морально они говорят что-то, не морально это никак не влияет на то, что делает Россия на нашей территории. А, соответственно, граждане Украины понимают, что их убивают граждане Российской Федерации. И сочувствие, диссидентское сочувствие, оно, конечно, важно, но оно не влияет на ту степень геноцида, которую мы сегодня видим со стороны Российской Федерации. Могут ли граждане Украины осуждать тех или иных граждан России? Конечно. Имеет ли на это право? Безусловно. Что значит концепция «Враг моего врага». А как она должна нас поддержать в этой войне? Мы как-то должны получить дополнительную помощь. Мы должны получить там… Знаете, я бы даже не так сформулировал. Российская оппозиция, она выходит на трибуны Мюнхенской безопасностной конференции и говорит о том, что мы считаем, что Украина должна выиграть эту войну. Предоставьте Украине все ресурсы. Вы такое слышали? Я слышал много не конкретно на Мюнхенской, но в интервью я слышал много. Да, именно в таком ключе как раз многие оппозиционеры российские, в том числе на нашем канале, они говорили, Украина должна победить, Путин должен потерпеть поражение. Ну, там есть разные вариации. Путин должен быть в Гаге или еще что-то. И Украине, безусловно, нужно помогать оружием. Я слышал это много раз. Безусловно. И вот у нас есть на территории Украины граждане России, которые входят в РДК и в Легион Свобода России и которые активно этим занимаются. Точно так же, как есть граждане Республики Беларусь, которые входят в полк имени Калиновского, Костуся Калиновского и активно защищают свободу Украины. Вот это понятно. Вот и все. Поэтому я бы тут рассматривал как бы политический процесс это один, а конкретика это другая вещь. И я бы спокойно относился, знаете, не начинал заходить. Это очень, очень, как бы тонкие материи. Я бы не заходил туда, где надо вот рассуждать вот в таких философских категориях. А вот вы с ними дружите, а вы будете с ними поддерживать. Я вижу ситуацию следующим образом очень просто. Смотрите, Российская Федерация должна проиграть эту войну. Проиграть Россия может только за счет тактических военных поражений, которые будут нанесены вооруженными силами Украины. Для того, чтобы вооруженные силы Украины нанесли эти поражения, нам необходимы определенные объемы конкретных военных решений. Эти военные решения могут быть предоставлены нашими партнерами. После того, как Россия потерпит тактические поражения и обвалится линия фронта, и много мобилизованных русских с оружием в руках вернутся на свою территорию, в России начнется процесс обвала вертикали Путина. После этого, после обвала этой вертикали, бунтов и так далее, там будет сформирована какая-то, опять же, такая, я бы сказал, декорированная демократия, будут какие-то относительные конкурентные выборы, будет сформирована определенная переходная власть или как угодно. После этого основные авторы войны, основные организаторы войны идут на военные трибуналы, я не про исполнителей, понятно, но авторы и так далее. После этого идет процедура выплаты, компенсации Украине, ну или все, что было разрушено, после этого идут процессы внутри страны под названием Россия, которые можно одним словом, как у Тенгиза Булатзе было, покаяние, назвать. Вот после этого мы можем что-то говорить о попозиции, о новой власти и так далее. Пока мы видим доминантную позицию, Украина должна быть уничтожена, нас атакует конкретная страна, конкретные исполнители. Есть отдельные, еще раз подчеркиваю, давайте, я же не смешиваю всех в одну группу, есть отдельные, активные сторонники Украины, которые, собственно, сегодня на поле боя находятся рядом с нами, граждане России в том числе. Есть очень мощные интеллектуалы, которые диссидентствуют, очень круто заявляют о необходимости поддержки Украины, согласен, они очень четкие позиции занимают в течение всех двух лет, и мне это очень импонирует и так далее. Еще раз подчеркиваю, мое отношение к Навальному, мое личное отношение к Навальному, я считаю, что это была действительно альтернатива, которая могла повести Россию по другому пути, но уже, к сожалению, Россия до конца дойдет по тому пути, по пути обнуления своей истории, репутации, по которому ее ведет Путин. Юлия Навальна, много появилось информации, тут, конечно, хотелось бы получить официальное подтверждение, опровержение. Елена Зеленская и Юлия Навальна была идея у Белого дома пригласить их вместе и так пишут, я не утверждаю, но так пишут, что это была идея президента Байдена, чтобы Юлия Навальна и Елена Зеленская были вместе. Елена Зеленская отказалась от этого предложения, это то, что дает западная пресса. Что вы можете как представитель Офиса Президента на это все рассказать? Западная пресса может давать любые версии, любые интерпретации, а у нас есть официальная позиция Офиса Первая Леди, соответственно, никаких переговоров конкретных о том, чтобы куда-то приехать или уехать не было. У нее сформированный график, она занимается, большой график, она занимается очень такими фундаментально важными для нас проектами, которые касаются освобожденных детей, ну то есть как бы психоэмоциональной реабилитации детей, это большое-большое количество и зарубежных коммуникаций, и тех или иных логистических мероприятий, и, соответственно, у нее все очень строго в этом плане расписано, и, соответственно, официальный ответ был, что, извините, у нас на это время были запланированы совершенно другие мероприятия. все остальные интерпретации, вот там мы хотели рядом с Россией что-то посадить, это, опять же, на мой взгляд, непонятные для меня спекулятивные заявления. Я не могу понять, а зачем вы это делаете? Ну то есть чтобы что? Ну то есть для нас же очевидные вещи в этой войне, еще раз подчеркиваю, очень понятные. Вот есть Российская Федерация, которая не спровоцированно атаковала, нарушая те или иные пункты международного права. Российская Федерация является агрессором в этой войне. И эту концепцию, что есть агрессор и есть жертва агрессии, нужно внятно доносить. Потому что есть страны, входящие в проукраинскую коалицию, а есть страны нейтральные, которые не понимают. И вот когда вы начинаете смешивать вот Украина, вот Россия, но это Россия неплохая, это Россия хорошая, вот они, Украина с Россией вместе, вы вносите сумятицу в понимание природы этой войны в других странах. Конечно, так подождите, вот они же вместе все. Ну тогда пусть они там разберутся, может они все-таки сядут за стол переговоров. Я не могу понять, мы должны точно проиграть Путину, условно говоря, потому что хочется какие-то красивые жесты делать. На сегодняшний день нужно четко черные, белые. Мы здесь помогаем. Когда война закончится, проигрышем Российской Федерации, вертикали Путина и лично Путиным, вот тогда можно будет говорить о разных коллаборациях, о разных совместных каких-то вещах, о каких-то дискуссиях. Но сейчас вносить эту сумятицу, на мой взгляд, есть три фактора, которые эту сумятицу вносят. Первое, это нежелание осознать, что Российская Федерация ведет себя на клад. Второе, это нежелание, условно говоря, четко расставить акценты. Россия агрессор, должна проиграть. И, наконец, третье, последнее, что компромиссных вариантов в этой войне не существует. Ну все, вот это надо четко понять. И, соответственно, дальше двигаться в рамках вот этих пониманий. И пытаться как-то все это где-то сгладить, придумать. Знаете, к чему оно приведет? Оно приведет к пролонгации войны. Почему? Санкции не до конца работают. Компании одновременно находятся в юрисдикции Европы и одновременно работают на рынке России. То есть одновременно часть денег тратят на государственную помощь через свои национальные правительства в Украине, чтобы она отражала агрессию, а часть своих налогов платят в России, чтобы она закупала технику, которая атакует Украину. Вы понимаете шизофреничность этого? Дальше. Информационно выглядит так. Ну, смотрите, есть Россия одна, есть Россия другая. Давайте мы объединим Украину с Россией одной, а против другой и так далее. Как должны реагировать страны, например, глобального юга? Мы ничего не понимаем. Россия с Украиной, значит, они могут разговаривать на самом деле. Пусть договариваются. И тогда возникает вопрос. Ну, так а что вы отказываетесь выполнить ультимативные требования Путина? Ну, это же абсурдно всё. Вот, на мой взгляд, в некоторые моменты переломные, исторические моменты нужно чётко определяться со стороной, которую ты занимаешь. Если ты на стороне Украины, это одна история. Если ты на стороне России, это другая история. И нужно до конца войны, потому что эта война, ещё раз подчёркиваю, про доминирование, про правила, про то, какие будут гарантии у нашего с вами будущего, а не про территории. И тогда ты в этой войне доходишь до определённого логического понимания концовки этой войны. Когда она закончится, как она закончится и какие будут фиксирующие юридические условия окончания этой войны. Всё остальное это только затягивание войны. Вот тут как раз спрашивают о Светлане Сихановской, которая после 20-го года представляет Беларусь, в том числе на международной арене, и как раз её принимают, её выслушивают на самом высоком уровне. Как вы относитесь к её фигуре и к другой Беларуси, которую представляет Сихановская? Здесь ситуация выглядит совершенно иначе. В Беларуси в 20-м году были выборы, на которых была альтернатива по фамилии госпожа Тихановская. Она по данным, скажем так, альтернативным данным, она эффективно и эффектно выступила на этих выборах. И, соответственно, она сформировала практически, на мой взгляд, альтернативная систему управления, легитимизированную на этих выборах, которые были Лукашенко обнулены. Мы даже с вами помним революционные события, которые были в Беларуси. К сожалению, они завершились правильно, они завершились, опять же, фатально. Почему? Потому что за Лукашенко стояла Российская Федерация. То есть она, соответственно, насытила Беларусь репрессивными инструментами, которые были использованы для атаки на альтернативную Беларусь. Поэтому для меня альтернативная Беларусь существует, она легитимна и, соответственно, эффективно созданное правительство, условно говоря, об изгнании, давайте так называть, белорусское, и с ними можно иметь коммуникации, потому что они, еще раз подчеркиваю, легитимизированы через процедуры выборов. Вот и все. И, соответственно, есть определенная коммуникация. Это совершенно разные ситуации. Россия — это одна ситуация, это классическая диктаторская вертикаль, где нету никакой альтернативы и где-то нету никаких выборов, конкурентных выборов и не было. И в то же время Беларусь — это совершенно другая ситуация. Да, это марионеточное правительство Российской Федерации под названием Лукашенко, ну и, соответственно, есть альтернатива, которая была легитимизирована через выборы и через революционную ситуацию в Беларуси. Вот и все. Вопрос от Анны. Вопрос об украинцах, которые поддерживают Россию. Ведущий «Орла и решки» Тотто Доренко собирают на дроны российские, Долина, Одесситка выступает за Путина и облачается в Триколор. Следите ли вы за этим? Является ли это частью какой-то информационной войны? И как вообще вы это можете объяснить? Как психические преверсии, извращения. Люди разные. Это первое. Второе. За ними следят правоохранительные органы Украины. Безусловно, все те или иные подобные проявления ненависти к Украине будут реализованы в уголовных делах, если это будет необходимо. Но мне кажется, что как только Россия проиграет, все они скажут, что их неправильно понимали, пройдут через покаяние, выпустят большое, просто обильное ведро, крокодилик слез, мы с вами это увидим. Люди умеют, вот эти все шевоперечисления умеют так себя вести. Как я к этому отношусь? Крайне негативно. Я считаю, это просто омерзительным, но это характеризует этих людей. То есть, что у них внутри? Это люди с максимально гнилым внутренним миром. Но ты не можешь, знаете, радоваться тому, что место твоего рождения, страну, где живут твои родные и близкие, или жили твои родные и близкие, атакуют звериным образом, разрушают, грабят, насилуют. Но самое интересное, знаете, другое. Я бы даже по-другому посмотрел. А вы посмотрите, кого делают героями СВО в Российской Федерации, кого делают элитой России. Посмотрите, это же максимально махровейшие убийцы. Вот сидит человек в маске, который был осужден на 20 лет, потому что он там пол своей семьи вырезал, потом он пошел на территорию Украины, здесь тоже кого-то вырезал, убивал, беззащитный, гражданское население. А потом субъект Путин говорит, смотрите, вот это новая элита. Вот это и есть те, кого любят такие, как Долина, или Тодоренко, и так далее, неважно. Вот смотрите, они должны осознавать, что они любят именно маньяков и что они являются адептами, певцами маньячного режима в Российской Федерации. Как не можно относиться? Смотрите, история, вот на мой взгляд, все очень просто. В истории четко, вот почему нужно всегда доводить те или иные исторические процессы, сейчас мы внутри исторического процесса до конца, потому что, с одной стороны, это архаичная страна под названием Россия, с другой стороны, соответственно, Европа, которая живет совершенно в другом технологическом укладе. Потому что, если вы не доводите то или иное дело до конца, вы получаете искривленную историю Второй мировой войны, искривленную историю Советского Союза, вы получаете совершенно просто потрясающих фейковых, панфиловцев и так далее. Вы совершенно, вы героями получаете людей, маньяков. Вот то, что всю свою историю делала Российская Федерация, ну или Советский Союз. Если вы доводите до конца, то тогда будут правильно расставлены акценты. Вот эти ребята, скажем так, которые позитивно относятся к убийцам, они будут совершенно иначе выглядеть и в историческом разрезе в том числе. Ну, то есть, они будут обнулены репутационно, карьерно и так далее. И для нас с вами это важно, и для следующих поколений важно, чтобы чётко было. Вот смотрите, физиономия людей, которые искренне говорят о том, что резня детей в другой стране это очень круто. Хлопают в ладоши, как вы говорите, закутываются в триколоры. Триколор сегодня или триколор, да, сегодня это символ геноцида. И тот, кто в него закутывается, чётко говорит, я разделяю право маньяка насиловать ребёнка. Вот что делает Долина. Ну или там, неважно кто, назвали несколько человек, мне кажется, все, кто сегодня так или иначе участвовал, Машков какой-нибудь, все, кто так или иначе участвует в промо-компании геноцида со стороны России, они выглядят именно так. Они выглядят певцами насилия. Ну вот в завершении вас уже нужно отпускать. Успели посмотреть обращение Аллы Пугачёвой? Она сказала там фразу внутри этого обращения к Стасу Михайлову, что нормальные люди туда не вернутся. Это важно обращение для Украины и для украинцев? Я с симпатией отношусь к семье Пугачёва-Галкин. Они достаточно чётко, недвусмысленно заявляли свою позицию, особенно господин Галкин. Он очень конкретно говорил о том, что это за война и что такое Россия и так далее. И здесь я абсолютно солидозирую с Аллой Борисовной. Да, она абсолютно права. Вернуться сегодня — это вернуться в репрессивный лагерь, где доминируют черносотенные настроения, где убийство людей по признаку того, что он с тобой не согласен в чём-то, где доносы постоянные, где абсолютное безумие на улицах и так далее. Ну вот это значит Россия. Вот эта Россия должна, давайте я прямо скажу, вот именно эта, путинская Россия, должна умереть. Получится ли на её осколках построить другого типа России? Ну мы с вами видели пример попытки построить в ранее Ельцинское или позднее Горбачёвское время другого типа Россию. К чему эти попытки привели? К реваншу черносотенных настроений. Потому что черносотенство, вот этот вся шовинизм, это является концепцией под названием «русский мир». Ну сможет ли Россия стать другой? Наверное. Но для этого нужно осознавать, кто ты и что ты, и что ты сегодня делаешь. Сколько таких людей сегодня, которые находятся на территории России, которые осознают? Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш эфир. Михаил Подоляк был с нами сегодня на прямой связи. Спасибо и до следующего раза. Всего доброго. Да, до свидания. Мы продолжаем наш стрим.